В Самаре завершился капитальный ремонт площади Куйбышева, которая в 2018 году станет местом проведения фестиваля болельщиков FIFA. Работы проводились в рамках федерального проекта о формировании комфортной городской среды. Подрядчик приступил к ремонту в мае 2017 года. На площади заменили асфальтовое покрытие, уложили тротуарную плитку в скверах на площади 24 тысячи квадратных метров, провели новые линии коммуникации для обеспечения воды и электроснабжения, смонтировали систему автополива, установили 210 новых флагштоков, новые опоры освещения, урны, скамейки, шесть филопарковок, оборудовали систему видеонаблюдения, посадили новые деревья и кустарники. Также привели в порядок ограды скверов по периметру площади. На стадионе Самара-Арена продолжается строительство инженерной инфраструктуры. Комплекс сетей практически готов. Локальные очистительные сооружения выполнены на 78%. Также продолжается устройство ливневой канализации, автополива и освещения. По графику все должны успеть сделать до начала декабря. Также готовятся и три тренировочные площадки. Сейчас продолжают устройство футбольных полей. В административных корпусах ведут отделочные работы. В больнице имени Пирогова строится новое отделение скорой помощи. Здесь одновременно смогут принимать до 12 машин. К предстоящему мировому первенству по футболу больницы готовятся уже почти год. Появились новые парковки. Ремонтируют первый этаж. Здесь откроются еще четыре дополнительных смотровых кабинета. Пополняется и штат сотрудников. Стало больше кардиологов и неврологов. Также по всему периметру и внутри здания установят видеонаблюдение. Излюбленное место отдыха самарцев Струковский сад заметно преображается. Подрядчик обещает уложиться в срок. Сейчас работы выполнены на 70%. Строители проложили коммуникации для освещения системы автополива газонов. Отремонтировали ограждения. Продолжают укладывать плитку. Устанавливать новые скамейки, урны, вазоны. А также спортивное оборудование. Завершается ремонт четвертой очереди набережной. Объект приводит в порядок по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Уже отремонтировали подпорную стенку. Смонтировали железнобетонные конструкции лестничных спусков и амфитеатра на 500 мест. Полностью залили бетон на основание трехкаскадного фонтана. Продолжают укладывать тротуарную плитку. Устанавливать бордюрный камень. Уже построено здание хозяйственного корпуса. Обустроены лестничные спуски. Завершен монтаж водопровода и канализации. Продолжается замена асфальтового покрытия. Установка подъемников для людей с уграниченными возможностями здоровья. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. В этом году в Самаре отремонтировали более 40 улиц. 16 из них комплексно. В их числе Фрунзы, Максима Горького, Молдогвардейская, Венцика. На то, чтобы привести в порядок магистрали из федерального и областного бюджетов выделена рекордная сумма – свыше двух миллиардов рублей. Город приводит в порядок по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации и в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Комплексно обновили в том числе и улицу Красноармейская. Здесь привели в порядок дорожное покрытие, бордюры, тротуары, нанесли разметку, установили светофоры, оборудовали удобные съезды для людей с инвалидностью. Также появилось 60 новых парковочных мест. Гарантию подрядчик дает 5 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова